Здравствуйте! Банки хотят ввести биометрические способы идентификации клиентов среди кредитных учреждений, которые в ближайшие два года собираются ввести такую процедуру Сбербанк и Бинбанк. Проводить биометрический контроль будут по отпечаткам пальцев сетчатки глаза с помощью голосовой авторизации. Об этом известием рассказали в кредитных организациях. В банках предполагают, что в дальнейшем биометрические данные будут привязываться к счету клиента, а оплата товаров и услуг будет осуществляться так же, как по бесконтактным картам или смартфонам с NFC-чипами. То есть к специальному терминалу граждане будут прикладывать палец, а сумма покупки будет спицеваться со счета. Биометрические технологии используются в мире давно, а их применение в финансовой сфере перспективное направление, считают специалисты. По экспертным оценкам, около 50% американцев контролируют свои финансовые операции с помощью смартфона с использованием биометрии, а в странах Европы средний показатель использования такого мобильного банкинга среди владельцев мобильников составляет 41%. Минтруд предложил увеличить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Для ИП, зарабатывающего более 500 тысяч рублей в год, общая сумма взносов может вырасти на 20% и больше, в зависимости от региона. В законопроекте предполагается установить одинаковый платеж в пенсионный фонд вне зависимости от годового дохода ИП. Напомню, сейчас предприниматели с доходом больше 300 тысяч рублей платят больше. Также предполагается поднять взносы на обязательное медицинское страхование, как минимум в два раза. Минтруд обосновывает свою инициативу так. В бюджет поступает мало денег от ИП с доходом выше 300 тысяч рублей. Прогноз по этим поступлениям в 2015 году оказался исполнен только на 45%. Единой позиции в правительстве по поводу этой инициативы пока нет. В Минэкономразвитии отнеслись к проекту отрицательно. Там заявили, что хоть мера и увеличит сбор страховых взносов и пополнит бюджет, это может привести и к дальнейшему уходу малого бизнеса в тень. Ипотека на жилье в новостройках стала дороже. Правительство на этой неделе продлило действие программы государственного субсидирования ипотеки до 1 января 2017 года. Однако изменило ее некоторые условия. В частности, ставку для льготных кредитов будут субсидировать по новым правилам, а размер ее не должен превышать 12% годовых, чем уже воспользовались банки. До 1 марта ставки субсидированных кредитов у большинства банков не превышали 11,5%. Однако кредитные учреждения вынуждены компенсировать размер субсидий за счет повышения ставки по кредитам. С 1 марта ставка по ипотеке с господдержкой в Сбербанке, в ЭТБ-24 и Банке Москвы выросла с 11,5% до 12% годовых. В Абсолютбанке на 0,7% до 11,9% годовых. В Райфайзенбанке с 11% до 11,5% – 12% годовых. В Банке Открытия с 11,5% до 11,9% годовых. Как и прежде по программе субсидирования ипотеки, банки смогут выдавать людям займы на покупку жилья в новостройках, а также в жилых помещениях с земельным участком у юридического лица по фиксированной ставке. Максимальная сумма такого кредита – 8 миллионов рублей в Москве и области и 3 миллиона рублей для остальных регионов, в том числе и для Прикамья. Первоначальный взнос – не менее 20% стоимости жилья. Срок кредитования – не более 30 лет. Курс доллара по данным Центробанка на выходные составляет 73 рубля 18 копеек, курс евро – 80 рублей 11 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.